Валерий Константинович Так, это следующее письмо Отчёт о ваших детях В марте по сего теперь ударил мороз Пробив наст, держал мой вес 90 кг Около санкций Я обнаружил под настом мокрый снег Сырой почвы Вот поняли, почему всё погибает Чтобы они сопрели корневые шейки Я откопал частично снег и посыпал золой Для быстрейшего Таяния снега Фото 1, 2, 3, 4 Вот посмотрите его фотографии Вот фотография раз, видите Как глубоко они сидят Абрикосы ведь Вот это он начал откапывать Вот это откапывает Вот это вот посыпает Через 10 дней всех схолмов ставил Вот он, видите Мы сейчас посмотрим, спас или нет На некоторых саженцах в нижней веточке засохли Видно, я поздно сделал процедуру Под капание снега Они всё-таки подопрели Видите, вот если бы не этот черт у нас, да Он образуется у нас такой И под ним действительно получается Он не пропускает Он не просто уже снег Он ближе ко льду Он прекрасная теплоизоляция То есть он защищает почву от морозов Главное, вот от этого только хуже Мохрый снег Стали выше Мохрый снег Итак Видно, я поздно сделал процедуру Под капание снега Они всё-таки подопрели Я прав? Да, вы правы? В то время на нескольких деревцах Засохли макушки По 20-25 сантиметров Этим летом на этом участке Савянца абрикосов Дали прирост на 600 сантиметров Ну, маловато, конечно Ну, теперь ещё Смотрите сюда Значит, ниже есть фотографии Так, сейчас Секунду Застигнусь Так Смотрим дальше Вот здесь вот У неё растёт сразу Видите? Пять штук И Может они подопрели Но чувствуют себя плохо Этот помирает справа А эти Светлые листья Светлые зелёные Это признак болезни Конечно, их надо было Ну, опоздали Но можешь было их раньше Просто раньше Рассадить И почему? Потому что Вот есть пример В другом месте Один Вырос со 100 сантиметров На 3 метра Смотрите Вот это вот нормально Ну, видите Тут их не 5, а 1 Или Больше В общем Или спас его от Выгревания Когда он говорит В верхушке Да Отсыхает Это не значит Что он замёрз Скорее всего Причина как раз Всё равно Та же кардинофейка И вот эта часть Тамба Там подгнивает Мы этого Не видим Отсыхают Верхушки Понимаете Я уже Два раза вам рассказывал Этот анекдот Но надеюсь Что появились Новые люди Я знаю Многие уже перестали Смотреть Вебинары Вот Тем более Сейчас время Такое Ну, записи Что смотрят Сейчас такая Возможность есть А так Чтобы живём Совсем мало И вот я Это анекдот Я сказал уже дважды Вот Мне никогда Не нравится Вот Вот это вот Классическая схема Редакция Значит Получает письмо У меня отсыхают Верхушки Заметит Чаще всего Упоминают Груши Абрикосы Не упоминают Знаете почему А где взять-то Я спрашивал у брата Где в Концентрской области Абрикосы А где Понимаете А груши Всё-таки встречаются И вот Как у человека Груши Так Чаще на верхушке И никто не знает Что у груши Идёт Подоплевание Внизу И я Чтобы закрепить Материал Допустим В школе нельзя Радно Ну Студентам Можно объяснить Что приходит Бабушка На приём Мы Старый анекдот Я же со школы Почему-то знаю Приходит Старушка Доктор Пожалуйста На здоровье Ну Доктор Как всегда Пишет Не поднимая головы Раздевайтесь Бабушка Разделась Он Поворачивает голову Бабушке Наконец-то Оторвался Писанин Поворачивает голову Она Голая Стоит И стоит К нему Спиной Он говорит Бабушка Вы чё Зачем Вы Это Самое Что у вас Болит Я же не Про то Крова У меня У меня Зубы Болят А почему Вы такой Позы Стоите Ну Я думаю Там корни Зубов Там Ясно Где И вот Так Это Оровень Наши Научи Потому что У них Все Один И тот Же Ответ Чернеет Верхушки Обычно Ещё раз Это я просто Отвёкся Ну По делу Обычно Это Груша Так Вот Именно У неё Чаще Вот эти Чернеют И никто Не знает Что причина Вот тут У неё Чуть Не Склоп Затница То есть Сам Внизу Вот Где Причина Одна Это Прогруша А почему Я вспомнил Прогрушу А вот Почему Я прав На нескольких деревцах Засохли Макушки На 20-25 Сантиметров Так вот Мой ответ Такой 90% Вероятности Что причина Не в том Что отмерзли Не в верхушках Вы вырастили На месте Вот когда Пересаживают Да ещё Не обрезают При пересадке Там Всегда Сергей Железов Тоже Проговал Один год Говорит Ну давай Проверю Несколько Десятков Пересадил Без обрезки Вот так Все сухие Фотографии Есть Только Все забываю Где она Вот так Друзья Надеюсь От меня Польза Какая-то Есть Тем более Я все Делаю Наоборот Прошу прощения Никогда Не Это Никогда Более Железо На проводе Да Алена Александровна Привет Да Ради бога Хорошо Хорошо Жаль Не успеваешь На вебинар Он же через Ну что Судьба Ладно Хорошо 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 Все правильно Я сейчас Как раз Подхожу К тому Месту Где Ты У меня Работала Фото Модель Ну давай Пока Так Сейчас Ирина Александровна Савельевич Не успевает Поздно Приедет Ну что делать Так бывает Так Сейчас я Пойду В дальнюю комнату Мне нужно Сделать Один звонок Я прошу Прощения Но Это Необходимо Прощения Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...